доброго дамы и господа обзор валютного рынка форекс метод опционного анализа сегодня разберем с вами 6 валютных пар и перед вами евро доллар давайте посмотрим что у нас по нему происходит если мы увеличим масштаб то мы с вами заметим что у нас пара торгуется в коридоре после хорошего тренда вверх надо заметить что по евро доллару была интересная ситуация то есть на уровне 1 17 25 у нас были очень крупные объемы по лимит ордера это можно было увидеть заметить на вот этом графике поставить лимит ордера и если историю отмотать чуточку назад давайте сейчас отмотаем и примерно вот так вот то есть сейчас у нас цена находится как будто бы вот здесь а то есть мы с вами давайте представим что мы с вами рынок видим ну примерно пусть вот так он дается на у нас от торгуется здесь и смотрим где у нас идет большое скопление лимит ордеров вот она очень большое скопление лимитников это могут быть профит и крупных игроков которые при так то есть притягивают приманивать к себе цен для того чтобы цена дошла добралась до этих уровней здесь же у нас накиданные опционы давайте взглянем это один 17 25 и выше до вплоть до 19 фигура обратите внимание здесь идет скопление кол ордеров очень много и по статистике наблюдений это нам говорит о том что чем глубже цена уходит в какую-либо зона ну в данном случае цена ушла достаточно далеко в зону кол опционов тем сильнее и резче будет выхлоп противоположную сторону и опять-таки по статистике наблюдений очень часто нам по крайней мере за ту историю которую я наблюдаю всегда когда цена доходила до таких вот крупных очень крупных скоплений на фоне всего рынка на очень большое скопление то все-таки цена разворачивалась обратно от этих уровней то есть это лимиты сэл лимиты могут быть как на продажу открытой так изначально и там могут быть профиты и сейчас ситуация о том что у нас идет набор позиций явно об этом говорит то есть у нас цена вошла коридорную торговли четко торгуется вот по такому коридорчику то есть это набор позиций какую сторону ну посмотрим пока что каких-то крупных ордеров на продаже нет он вот разве что вот высвечивается начинают набирать позиции на уровне давайте посмотрим где тут 1 0 8 0 1 0 8 0 0 начинают набирать позиции байлимиты также байлимиты на уровнях 1 1 12 0 до примерно вот там то есть вот здесь начинают нарастать байлимиты поэтому мы можем вполне предположить что цена может с данных уровней развернуться вниз тому есть предпосылки это бывшее скопление больших объемов лимит ордеров плюс цена далеко ушла в опционную зону кол ордеров и как видим по истории у нас такие вот широкие коридоры такие массивные наборы позиций сопровождаются выхлопом вот она ближайшая история ближайшая история на рынке повторяется вот тоже широкий коридор достаточно широкий коридор очень широкий коридор 260 пунктов при нынешней волатильности по еврику и выхлоп вверх посмотрим куда здесь будет выхлоп будем смотреть по факту то есть если будут появляться признаки каких-то допустим опять появится лимит ордера большие где-то вверху то соответственно будем искать покупки если будут накапливаться объемы большие внизу будем смотреть продажа ну пока что по опционному анализу ситуация больше указывать все-таки на продаже поэтому следим за рынком и смотрим что касательно более твой краткосрочной торговли то пожалуй вот можно выделить уровень 9 октября данный опционный уровень который у нас попал в область 95 процентной вероятности поэтому если цена доверется таки до этого уровня то здесь можно будет смотреть продажи на интродэй впрочем здесь можно будет даже присмотреться может даже и на удержание пары на средний срок так как у нас таки цена сейчас находится возле на верхней границы этого верхнего коридора то может быть и будут сейчас такие проколы рынка проколы уровня с целью набора ликвидности если проколы рынка будут вверх то это будет дополнительный хороший признак того что нужно смотреть продажи на хороший тренд вниз поэтому следим за рынком это все такая более сейчас по еврику идет среднесрочная торговля на краткосрок но краткосрок можно посмотреть опять уровень 9 октября его отрабатывать как в краткосрок допустим закрывать часть позиции или открывать две сделки одну в интераде другую на средний срок и работать с этим уровнем дальше переходим к британскому фунту британский фунт тоже у нас ушел в коридорную торговлю видимо в ней уже давно и любит сейчас фунт торговаться в коридоре поэтому смотрим что смотрим сейчас у нас явный коридорчик идет это вот этот давайте вот таким вот образом обозначу да твой исторический уровень сопротивления здесь у нас накидали путь опционов на этой неделе с экспирации 21 августа достаточно крупные опциончики недельного типа и они у нас находятся в зоне 95 процентной вероятности поэтому можно от этих уровней будет присмотреться к продажам но опять таки интродэй интродэй с целями как минимум до уровня 31 22 потому что здесь скорее всего уже находится стоп лоссы вере стоп ордера да так как те кто покупал вот где-то в этих областях цена ушла достаточно хорошо вверх уже они наверняка стоп лоссы перетащили сюда без убыток поэтому ликвидность сейчас скорее всего находится вот на этом уровне но и не ожидать под этими явными экстремами рынка если взглянуть на расстановку лимит ордеров давайте взглянем вот они как раз здесь и находятся как я и предполагал да вот они лимит ордера вот здесь я чуточку повыше указал здесь и вот здесь лимит ордера вот они находятся что в принципе логично поэтому что можно здесь выделить видим нас коридорная торговля также здесь лимит ордера сосредоточена если мы рассчитываем вслед за евриком падать вниз по фунту то нужно смотреть проколы вверх проколы рынка вверх вот для сбора ликвидности от этих стоп ордеров это у нас ценовые уровня будут соответственно 32 50 и 30 32 0 на этих ценовых уровнях можно будет смотреть сделочки на продажу опять-таки часть позиции можно закрывать в интерады остальное удержать на средний срок дальше австралийский доллар австралийский доллар что у нас идет по опционному анализу он у нас дошел до верхней границы рынка добрался до верхней границы рынка есть опционный уровень который у нас будет являться предпоследним и далее пограничный уровень то есть вот эта область замечательная область для поиска продаж 72 95 73 30 вот замечательная область для поиска здесь продаж вслед за остальными мажорными парами на след за евриком и фунтом давайте взглянем на расстановку стоп ордеров австралийский доллар видим тоже такой коридорной торговли сейчас находится на а вот они уровне поддержки и сопротивления большое скопление ликвидности виде стоп ордеров бай стопы на это стоп лоссы для продавцов те кто продает от этих уровней ставят стоп лоссы естественно за эти верхушки и вот она идет скопление стоп лоссов поэтому вполне логично ожидать что прежде чем пойти вниз велик соблазн вынести вот этих товарищей по стоп лосс то есть добраться до них собрать как и видность и затем уже направиться вниз это у нас какой ценовой уровень 72 50 примерно можно ориентироваться на него 72 50 здесь присматриваться к продажам далее смотрим канадский доллар канадский доллар у нас таки все падает вниз ушел за пределы нижней границы рынка появился у нас позавчера уровень второго порядка который сейчас попадает в область 95 процентной вероятности вот это хорошее место для поиска покупок это у нас предпоследний ордер это пограничный ордер внизу еще есть у нас лимитные не лимитники а опционы put но до них очень далеко и скорее всего они рассчитаны на то что цена будет экспирироваться выше данных он то есть опцион скорее всего проданы поэтому замечательная . замечательная область для поиска покупок это области 30 74 до 30 75 и 30 21 22 примерно здесь смотрим ждем покупок от данных уровней от данной области по лимит ордерам по стоп ордерам давайте посмотрим стоп ордеров как таковых у нас здесь каких-то обозначенных объемов нет если тут небольшое скопление 100 полосок да это те кто вероятно вот покупал где-то здесь здесь покупал и ниже идут стоп лосики стоп ордера без каких-то значимых объемов по лимит ордерам стоят продажи ну вот интересно достает продажи 13150 но это небольшие продажи с расчетом скорее всего это ритейл игроки то есть биржевая толпа которые рассчитывают на покупку с этих уровней поэтому что вот интересно если мы по опционному анализу у нас ожидают дальнейшее падение в область 31 в область 3070 то естественно этих товарищей будут разносить в стоп лосс то здесь будут покупать и стоп лосс стоят где-то ниже поэтому их просто вынесут с рынка и обратите внимание вот на этот уровень адрит 1 3600 формируется это могут быть как раз таки те заманушки для рынка 1 3600 с расчетом ну здесь либо профиты крупных игроков которые затариваются на покупку либо чистые сел лимит продажи с расчетом то что цена вырастет и здесь будут продавать но тем не менее пока что это похоже на то что ждут рынок разворот рынка кверху но это не означает что рынок должен прям сию минуту к ним развернуться так как есть у нас интересы тоже крупных игроков пониже есть ожидание что рынок припадет вниз и вот здесь уже будут покупать идем дальше швейцарский франк по франку у нас цена подбирается к уровню 9 октября вот данный уровень отстоял рынка достаточно далеко и вот уже цена достигает области 95 процентной вероятности ниже у нас имеются новые данные это с экспирации 4 сентября опциончики идут и до 4 декабря опциончики которые являются предпоследним и пограничным то есть если у нас цена начнет спускаться вниз то естественно область 95 процентной вероятности последует за ней и вполне достижимая цель вполне достигаемая область откуда можно будет посмотреть покупочки но до них у нас еще 200 250 пунктов поэтому ну пока что ближайший ориентир где можно искать хорошие покупки это вот этот опционный уровень с экспирации 9 октября ценовой уровень 89 55 если взглянуть на расстановку давайте по лимит ордера посмотрим что у нас здесь происходит цена видим у нас на исторический уровень поддержки такой дал уперлась а вот стоп лосса видимо тех кто покупает на этих уровнях вот их стоят стоп лоссики стоп лоссики очевидные на ценовом уровне 0900 так что вполне вероятно что упадем на 0900 а по опционному анализу 89 55 даже еще ниже дам ожидать что цена может припасть есть есть такая вероятность все может быть наверху нет никаких ожиданий по лимит ордерам давайте посмотрим по лимит ордерам вот есть интересные объемчики на 097 и 9670 вот они вот их цена поэтому вполне опять таки могут быть профитами крупных игроков кто закупается на либо целую лимит все-таки с расчетом на то что на каким уровнем придет мы будем наблюдать то есть пока что есть предпосылки к тому что цена может развернуться этим уровнем то есть как бы пока что все складывается объединю картину евре к фонд австрал метят вниз канада франк метят вверх тому есть разные признаки подтверждения то есть остается следить и пытаться рынок щупать на предмет покупок но в нужных областях не входить в рынок огульно смотрим дальше японская и но осталось по японской и не произошли интересные изменения изменилась верхняя граница рынка припала вниз изменилась нижняя граница рынка подперла вверх рынок создав модель того что рынок дальше могут не пустить вниз но будем наблюдать это возможно какие-то краткосрочные изменения то есть нас были до падения обратно отскок вверх но появились опционы с ним недельного типа с экспирации 19 августа и 21 августа входящий в область 95 процентов поэтому сейчас здесь будет хорошее место для поиска покупок с целями за пределами верхней границы рынка 2 107 65 то есть по японской и не у нас не такие большие размахи не такие большие ожидания потому что она это сейчас ходит такими вот урывками коридорчиками импульс коридор и небольшой импульс опять коридорчик импульс ты можешь здесь зафлотовать такая японская она сейчас у нас стала и поэтому не рассчитываем кита гигантские профиты берем сколько дает рынок хорошие области для поиска покупок 105 25 и 104 96 95 вот в этих областях смотрим покупочки с целью до 107 65 максимальная цель и давайте взглянем на расстановку лимит ордеров по лимит никому нас здесь ожидание на 105 видим 104 80 105 50 вот были ожидания это все покупки ритейл игроков похоже на них наверху каких-то нет особо крупных ожиданий есть ожидания на продажу скорее всего да вот бай лимит понятный исторический уровень сопротивления это цена 100 700 по стоп ордерам по стоп ордерам также скудно нет никаких каких-то мощных стоп ордеров то есть все как-то торгуется ни шатко ни лалко и она стала мало интересной валютой для многих тем не менее по ней можно все-таки работать и давайте сверим 105 00 480 по опционам что у нас идет 104 90 примерно здесь имеется то есть не исключен вариант что если цена сюда придет то возможно какие-то краткосрочные пробития либо же цена придет и будет допустим всю дневную сессию торговаться торговаться да тут уйти в небольшой рендж без каких-то особых признаков дальнейшего роста а затем ночью лихо стрельнуть вверх так что когда большинство проснется к европейской сессии то уже окажется поздно входить в рынок такие могут делать финты ушами поэтому следим за данной области среди и покупаем но на этом пока все переходите по ссылочке в группу telegram в этой группе есть закрытая группа в которой я делаю ежедневные обзоры рынка по 8 по валютным парам включая евро иену и новозеландский доллар против американского доллара группа это выглядит таким вот образом то есть делаются скриншотики даются пояснения что где находится и описание кто где стоит и какие ожидания на рынок на по рынку на сегодня ну а на этом все если вам было полезно и интересно ставьте лайк данному видео подписывайтесь на канал переходите по ссылочкам группу telegram всем успехов попутного тренда пока